Принуждение к гарантийному ремонту разбитых участков дорог – самая действенная весенняя мера. Владимир Бурмистров настроен категорично вплоть до судебных разбирательств. Понятно, что ямочный ремонт никто не отменял, его даже усилят до 200 квадратных метров в день. Но указать подрядчикам на их прошлые ошибки – это всегда эффективно. Срок до 19 марта. Также в управление благоустройства поручение направить в правовое управление администрации города в комплекте документов с обоснованием необходимости обращения судебных органов с исковыми заявлениями. Контроль за гарантийным ремонтом разбитых дорог теперь будет совместным. Подключение депутатов в Гурдуму в этом смысле выглядит вполне резонным, а для так называемых общественных контролеров предложили внедрить специальный информационный ресурс – интерактивную карту с обозначением участков. Еще одна немаловажная тема – пропускная способность рязанских дорог. Искусственно ее повышать запрещают в ГИБДД, а умная система регулировки может давать сбои. Система сейчас работает, пока сухо, пока есть разметка, пока нет деревьев. Там не мешает, как я прочитал справки. А как только выпадает снег, или как только кто-то из водителей начинает ехать в Невриду, система работает. Перестает тогда вопрос. У нас такие ситуации происходят в день десятки, сотни. Тогда зачем вообще эта система? Ни одна система, ни одна, поверьте мне, не может обработать именно то количество транспортных средств, которые не пройдет через определенные дачи. Здесь как раз сводится специальная программа для ценных ситуаций. Всю ситуацию, конечно, видеть невозможно. Но если эта система совсем не работает, то тогда город это видит. Дальше эту систему регулировки будет оценивать научное сообщество. О заботах городских властей увеличение автобусного парка на 85 единиц. И последнее китайское предупреждение частным перевозчикам, не исполняющим график движения. Сейчас их пока уведомили, жестче обещают поговорить в апреле. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...